Всем привет! Меня зовут Артем и вот мы уже почти два года живем в Америке и самое интересное, что я люблю заниматься машинами, мне это нравится и хотел бы вам заснять видео, как это работает опять же, как я это делаю в Америке потому что, как бы, покупать у дилера автомобиль это очень накладно во-первых, цена недешевая, во-вторых, всякие фи, то есть это дополнительные деньги если машина стоит в районе 13 тысяч, то под ключ, как говорится, со всеми документами, таксами, налогами, пошлинами и прочим это будет уже в районе 17 тысяч поэтому было принято решение купить машину на опционе, попробовать, как это, что это одну машину мы уже прикупили для себя, для семьи сделали, восстановили, катаемся и теперь хочу с вами поделиться, как это работает и как это делается пошагово то есть, как она приобретается, какие есть виды приобретения потом, какие трудности могут быть с оформлением и прочее допустим, машины есть clean title, есть salvage clean title это все хорошая машина, без каких-то серьезных повреждений salvage title это машина, списанная в утиль в каждом штате по-разному этот утиль, но это в районе где-то я думаю, наверное, от 60 до 100% то есть стоимость ремонта повреждений если страховая компания считает, что у этой машины, допустим, 75% стоимостью уйдет на восстановление эта машина просто списывается в salvage, как хлам и отправляется на аукцион, продается я пришел к выводу, что, наверное, я готов попробовать только на иншуранс аукционе, то есть страховом аукционе потому что это не перекупы в основном как, допустим, copart или copart как правильно ай-яй-яй, иншуранс авто аукцион и в ай-яй-яй, в основном, 90% я думаю, продают страховые компании автомобили, то есть она не домарафеченная, не подделанная просто ездила, ездила, ее стукнули и сразу она поехала на аукцион по поводу самого аукциона каждый может зайти посмотреть, поговоряться единственное, я немножко не понимаю как люди играют, потому что когда я сам пытался играть то есть делать ставки мне, во-первых, чтобы определиться с машиной мне нужно время, чтобы проанализировать сколько же займет по времени и по стоимости ремонт ну, чтобы это было рентабельно чтобы не покупать кота в мешке, а потом еще выплатить, вложить в нее сумму такую, что потом она будет дороже чем просто у дилера купить и мне нужно понимание цены от которой отталкиваться поэтому есть такая функция как buy now купить сейчас buy now на этом аукционе продается очень мало автомобилей, но они есть то есть, к примеру вот, Chevrolet Camaro прямо пишем Camaro buy now вот, которые по buy now вот варианты выходят вот такие, допустим, варианты вот, Chevrolet Camaro 2SS обалденная тачка вот, 2900 ее можно купить прямо сейчас без каких-либо торгов ну, вот, ребята про который сайт я говорил insurance auto auction тут все просто вбиваем, допустим, Camaro buy now все здесь отображаются все автомобили которые можно купить по buy now вот вы видите в правом углу ценник допустим, вот эту машину можно купить прямо сейчас просто нажимаешь кнопку buy now за 4500 ну, вот автомобиль там за 21000 до Camaro 2SS ну, как бы, хозяин-барин каждый смотрит, выбирает то, что из того, что есть вот, вообще за 3500 Camaro вот такие повреждения можно посмотреть фотографии есть функция HD фотографии то есть, их можно увеличить и попытаться как можно больше детально увидеть повреждения вот, как бы когда покупаешь автомобиль смотришь только так есть возможность только фотографии есть Live 360 тут тоже тут получается больше фотографий соответственно есть возможность заметить боль ну, больше повреждений вот здесь, допустим видите, видно, что на двери присутствует вмятина ну, а так машинка проворачивается осматривается со всех сторон помимо снаружи фотографии можно посмотреть интерьер интерьер тоже немаловажно потому, что многие срезают подушки ну, понятно, допустим на руле подушка будет видно, да на панели тоже видно в ногах если ее срезать не всегда на обычной фотографии можно рассмотреть здесь же можно вот так же повернуть вот, допустим здесь видно, что здесь повреждено сиденье аирбэк здесь видно, что здесь поврежден аирбэк на крыше ну, я вот люблю вот так вот когда интерьер внутри рассматриваешь что мне нравится вот так вот 360 ставишь и можно определить те подушки которые на обычных фотографиях не будет видно здесь здесь их можно разглядеть вот опять же мы, допустим просто смотрим просто фотографии вот фотографии интерьера ну, да здесь видно ну, здесь никто ничего не скрывал но есть такие товарищи которые пытаются все-таки это замаскировать вот такая вот комара получается но есть, смотрите такой нюанс фи, про который я говорил здесь написано сколько эта машина стоит на рынке допустим в целом состоянии она стоит в районе 19 тысяч и указана стоимость ремонта ну, в этой автомобиле она вообще очень сильно повреждена соответственно стоимость ремонта как она сама стоит вот и тайл сейл документ сертификат of destruction это уже все есть salvage rebuild то есть восстанавливаемая то есть ее можно восстановить она еще не настолько но это должно быть если допустим здесь 18 тысяч стоимость стоимость ремонта я думаю не больше тринадцати наверное если будет больше то она уже не будет ребилда бы она будет просто на запчасти вот это как бы машина только на две запчастей вот еще что хотел рассказать а кстати эта машина продана buy now sold вот кто-то все-таки ее купил за три с половиной тысячи да не ошибаюсь да три с половиной тысячи ее кто-то купил на запчасти сразу вот я что хотел сказать я бы хотел сказать по поводу стоимости допустим вот этот комару стоит двенадцать пятьсот но вот ставку за него сейчас сто двадцать пять долларов ну это она потом начнет ползти расти она даже иногда те машины которые мне нравятся которые бы я купил по buy now в основном что я выбираю потом в живом аукционе если она дожидается его она продается за сумму больше чем buy now вот и что хотел сказать хотел сказать про комиссию допустим двенадцать пятьсот здесь есть нужно будет добавить фи эти фи там идет за погрузку что-то там восемьдесят долларов за интернет транзакцию то что вы пользуетесь интернетом покупаете ее через интернет ну и соответственно процент аукциона то есть я думаю что эта машина будет стоить наверное ну под тринадцать семьсот полностью получается чтобы она выехала с аукциона как то так ну что гайз хотел показать как запчасти здесь находится то есть в интернете просто кнопочки нажимаются и вот так домой к дому привозят все может стоять днями никто не тронет так что как и так теперь будем все носить разбирать там должен быть порог должен быть покрашенный цвет не знаю конечно угадали с цветом угадали с порогом там немножко недопонимания у меня какие были сейчас откроем посмотрим вот сейчас будем открывать наш порог самый интересный момент потому что хотелось купить чтобы не тратиться на покраску сейчас посмотрим что там крашен или не крашен и какой цвет крашен самое самое интересное интересный такой никакой интересный момент не хочется просто еще на краску попадать ну могу сказать по моему он черный то вот вот отлично он что запорачила какие ныти уродовые по моему поменятся ну а так все отлично порог черный цвет Все, ребята, пока запчасти жду на ходовочке, думаю поверну нашу автостью, так вот так и получается, крышу вроде движения, двумя номерами, сейчас у нас закончу дверь, пройду и все равно, пройду, вот этот скотч дурацкий, не делаю, вот как раз начинаю покрытие, сейчас буду пробовать просто пасху убрать, вот эти, получается, оттеки, которые из-под склеят, вот здесь, какая-то штука, непонятно, офф, ну, вот эти декорты, нужно обидеть они по-стоймой, но попробуем вот стоит, так, славы черт, ну, там, сюда, на камеру Служу. Так, ну по поводу вот этого могу сказать, что все ушло. Это уже хорошо. Погнали дальше. Проблема у меня в чем? А потому что диск у меня не по размеру. Диск маленький. Площадка большая. То есть, если я загибаю, я могу еще заполнить всю краску. А поэтому приходится очень аккуратно. Эта полоса, по-моему, тоже ушла. Вот самая, опять, жесткая. Да, вот эта, я думаю, это точно нельзя. Это очень интересно, потому что, конечно, зеркала на него не складываются. Плют с новым диском. А что вы комфортно здесь побываете? Какая-то штука не уходит. Как я и говорил. Как вы знаете, как бываете звезд, пусть крыша капает. Как она с кислотой полетает. Походу придется замыть наждачки. Ну ладно, надо замыть наждачки. Здесь, правда, вот это вот место такое. В машинке есть. Сейчас вытянем, покажу вам, как получается. Сейчас я не подсохну. Будет не ушла, не ушла. Ну, по-моему, ушла. Видно, да, как взглянулась? Пяточка. Теперь задача. Я вот здесь немножко не замылись. Еще надо оставить. Можно отсюда показать, как лучше, как раз. Вверх ушло, а вот здесь осталось. Можно заново замыть. Использусь. ПОДПИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное, нужно еще на распасту пройти, потому что не вся ваш дачка затерлась. Результатом я доволен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз, похоже, вот это пятнышко. Первый момент, он сейчас очень внутри. И все, с полировкой покончено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждем ходов и буду выезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА